Ай, какие красивенькие бубенчики. Это опять мужа затащила за цветочками. И геордины какие. Шикарные, правда? Очень красивые. 25 евро. На улице холодрыга такая, не цветет. Шутники тут ходят, говорят, нельзя фотографировать. Вот уже геордины. Геордины. А я вот такую возьму. Я не люблю геордины. Еду довольная, как удав. Муж мне купил форзицию. Такая уже цветет. Прямо моя мечта. Сейчас было их несколько сортов здесь. И еще купили. Вон. Белую смородину. Я прямо с песнями, можно сказать, с форзиции. Еще купили петунью такую пестренькую. Кашпо под нее большое. В общем, поехал масло купить к этой газонокосилке. И пришлось со мной то в одном магазине, то в питомник поехали. Ой. И сам даже выбирал, какую лучше взять. Я еще эту голубику не купила. Мне почему-то два кустика. Приказали долго жить. Не знаю почему. Один такой хороший. Заколосился. У нас Эстония сейчас вся в одуванчиках. Вчера прошел первый дождик. И все покрылось одуванчиками. Ну и рапсом, соответственно. Это все там вдалеке рапс начинает свистеть. Да, у нас такая желто-зеленая Эстония. Все так красиво прямо. Да я позавчера ехала. Солнышко такое. Вот было первый день, как тепло. Одуваны такие распустились. Обалденные. Я еще еду на дачу. Думаю, ну вот обратно поеду, сниму. Как красиво все цветет. И естественно забыла. Вон как вот прям все желтое. Вон. Всем привет. Вы на канале из Эстонии с любовью. Мы сегодня колхозники. Мы переехали на дачу. Сегодня первый день. 27 мая. У нас... 22-й год. 22-й год, да. У нас стояло холодище все это время. Постояло два дня тепло. Сейчас дождики пошли. Но мы все. Переехали на дачу. Муж уже хочет в поля, видимо. Муж, ты хочешь в поля? Какие поля? Отдохнуть от суеты. Отдохнуть от суеты. Отдохнуть от суеты. Да. Ай, свои помидорчики поесть. Вот это он тут обманывает. Сидит у него еще свой только лук с салатом. Я мечтаю. А, ты мечтаешь о полях. Свои перчики. У нас таких не будет. Похожие. Я таких не садила. У нас будет длинные красные и желтые. Вот такого размера должны быть. И маленькие будут. Дождик только что прошел. На улице заливаются соловьи. Ползают улитки. Я пойду, наверное, посажу то, что мы сегодня с тобой купили. А, куст что ли? Куст. Цветочек. И еще мы с тобой купили. Но я, наверное, сегодня не посажу белую смородину-то. Мы завтра посадим ее. В колесе там в каком-нибудь. Ну, давай. Я пойду все-таки посмотрю, куда форзицию посажу. Объясни людям форзицию. Форзицию я же показала. Сейчас мы ехали. Я показала, как она выглядит. Форзиция. И прочитала ее, что ее надо сажать с темно-зелеными хвойниками. Ну, она красиво с ней не смотрится. Но она так пахнет, да? Обалдеть. Такой сладкий аромат от нее идет. Я тут что-то у тебя вижу. Муж уже отмечает начало сезона. Довольный сидит. У нас только что сигнализация кричала пожарная. У меня... Жена курицу поставила. И забыла. На печку. И сработал этот датчик... Чего? Датчик дыма, да? Сработал датчик дыма. И кричал тут на весь садовый кооператив. Муж с лбами прибежал. Да. Растапливал. У меня из кастрюли немножко убежало. И сработал датчик дыма. И так тут орал. Хотя дыма было немного. Ну, конечно. Ладно, все. Я пошла сажать. Туда не надо купить. Я не расслышала. Огнетушитель. И жену научить им пользоваться. Я умею. Тем более. Да. Все, пошла я. Давай. Чава какава. Чава какава. У нас тут после лёжничка страсть повылазила. Привет. Ёлочка начинает распускать свои шишечки. Тюльпанчики наклонились от дождика. А это моя могучая кучка. В выходные посажу здесь огурцы. А по краю свеклу натыкала вчера, когда первый раз дождик пошел. Здесь скоро распустится хиномелис, который я покупала осенью. Который называется, по-моему, цидорет. Тут он у меня травмированный. Я его замотала. Тут сломал веточку. Вот он будет красный. Это я вот осенью сажала семенами под зиму. Из этого, ну, из плода, в питомнике плод валялся. И вот взошло мало. Но есть. Вот они. Маленькие. Кстати, привозила семена маме. У нее уже, говорит, сантиметров 10 они. Она в марте их посеяла дома. Стаканчик. Этот я купила. Вот он цветет у меня. Вот он цветет у меня. А я купила вот такое цветочное кашпо. Сегодня распродажа была в магазине Баухов. Они там стоили по 5 евро. Кашпо. И к нему очень удобный вот такой вот горшочек. Вот с такими вот ручечками. То есть удобно его вытаскивать. Будет. То есть вот так за ручки вытаскиваете. И снимаете. Единственное, что в нем нету дырочек. Поэтому я нашла горшочек, опять же, по размеру. И сейчас сюда посажу цветы. Купила я вот такую питунью. И вот корни уже сплелись у нее. Я ее сейчас немножко вот так вот расправлю. И посажу. Что тут мучись? Нужно горшок вытащить. А то я тут и кашпо, и горшок, и все в кучу. Купила грунт. Биолан. Потому что все равно у меня какая-то садовая земля. Тяжеловатая. Посажу питунечку. Лишь на магазине такой ассортимент цветов. Мама дорогая. Глаза разбегаются. Я сама в основном сажу. Стараюсь. А в этом году что-то ничего. Плохо цветы у меня. Только бархатцы. Нормально. Лабелия. Львины зев. Еще какое-то название. Боже мой, я забыла. Мизинбриантиум. Мизинбриантиум. Люда, ты будешь смеяться, но я помню все названия цветов. Да, мизинбриантиум. Вот его. Вот они мне плохо взошли. Вот. Я тут сижу хорошо в теплице. Я тут сижу хорошо в теплице. Будут хорошо давать побеги и новые цветы. Ну и все. Сейчас польем и посмотрим, что у нас получилось. Горшок большой. Литра на три, наверное. И все. Да, сегодня искала бурную кислоту. Спросила в питомнике есть ли или нет. Ну, я ее брала, честно говоря, для муравьев. И томаты опрыскивать для лучшей завязи. Мне же вот дали, сказали, вот такой вот препарат. Ну, от нездоровых растений или что-то. В общем, ну да, вот с содержанием бора. Вот тут написано. Я не знаю, как им пользоваться. Кто-то подскажет. Нет. Надо, конечно, тут перевести во время стрессов. Ладно, сейчас переведу. Ну, первый раз я такой. Он уже готовый. Четыре евро стоит. Раньше вот применяла бурную кислоту только для того, чтобы томаты опрыскать и муравьев потравить. Сейчас вот купила вот такое вот. Вот я его посадила. Кольчушка, конечно, великовата немножко. Хотя, в принципе, и ничего. Вот такой у меня горшочек с питонечкой. А белую смородину мы купили вот с таким названием. Версайлери Валги. В общем, какая-то белая. Тут уже даже вот у нее ягодки висят. А вот моя москотка. В том году мы первые помидоры ели уже 3 или 4 июня. Сейчас она пока только вот такая. У меня еще даже вот накрыто все стоит. И вот я ее еду. Всем пока. Вы были на канале из Эстонии с любовью. Я тут веду репортаж из своей теплицы. Уже вечер. И стучит дождик. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.